Эта тема очень сильно меня заинтересовала и я сделаю все необходимое для того, чтобы этот чувак, во-первых, продолжать здесь подобные угрозы, то есть продолжать совершать преступления здесь он не будет, это точно. Расскажи про Хасбулатова, что там случилось. Да, кстати, я хотел сегодня эту тему осветить, специально ее заготовил. Значит, я сразу же хочу оговориться насчет каких-то там разборов всякой шантропы. Меня это не сильно интересует, если у кого-то возникли вопросы, почему Тумсо там взял отдельно взятого Адама Хасбулатова его высказывания, а проигнорировал, допустим, какие-то драки, избиения там какими-то молодыми людьми. Потому что в целом действительно эта тема меня не так сильно интересует, когда кто-то там с кем-то поругался, что-то они померили силами. Было бы, конечно, хорошо, если бы где-то на специально отведенных для этого мест типа рингов, татами, матами они эти вещи делали. Но когда подобное происходит, меня действительно, наверное, это не так сильно интересует, как в случае вот с этим, с отцом этого, да, Инала, Адама. Его разговор с Хасаном Халитовым и его какое-то сообщение голосовое в некую группу, вот они меня действительно серьезно заинтересовали, потому что в них есть тот самый очень важный момент, который нужно пресекать. Давайте сначала послушаем, здесь я специально перевел, сделал субтитры, послушайте сначала, что этот Адам Хасбулатов говорит в своем разговоре с Хасаном Халитовым. Адам Хасаном Хасаном Халитовым. Аберезка Кадыровичи ценит угрожает цен доах. Адам Хасаном Халитовым. Да, еще ухо, вы. В Европе вы нахун больше, ахайца, айец, агайца. Здесь четко слышно, как он угрожает именно убийством, причем не только самому Хасану Халитову, а даже его детям, причем этот тип даже не знает есть дети или нет детей, он авансом говорит, даже если у тебя там будут незаконно рождены, наверняка же я буду, дети, я, говорит, свою месть осуществлю на тебе и на твоих детях. Это первый момент, где есть конкретные угрозы убийства. И второе его аудиосообщение уже в какую-то группу он закидывает, обращаясь не к Хасану, уже к каким-то другим людям, послушайте, что он говорит. Здесь четкая, опять-таки, угроза в отношении каких-то людей, что если вы попробуете мне что-то сделать, я сделаю так, что дома в Чечне родственники тех людей, кто даже подумал, что там мне сделать, просто подумал об этом, его родственники пропадут без вести. То есть уже тут четкая связь его с представителями российских силовых структур, с кадыровцами в Чечне. Только они могут человека похитить, сделать так, чтобы он пропал без вести. То есть, почему эта тема интересна? Потому что здесь конкретное преступление, угроза убийством является преступлением, нельзя никому угрожать убийством. И второе, здесь этот человек четко дает понять, на какой он стороне. Он говорит, и я был сотрудником силовых структур России, и мой сын, он говорит, были, он тоже был сотрудником силовых структур. Там потом выясняется, что они и в СВО там поучаствовали. В общем, нет сомнений в том, что они служили. Второе, у него до сих пор есть там связь, и он может организовать похищение и дальнейшую пропажу без вести родственникам людей, своих оппонентов здесь. Вот самое интересное, что этот чувак делает эти все заявления, он угрожает убийством детей, там, Хасана, и угрожает пропажей, похищениями, пропажей без вести родственников, своим родственникам своих оппонентов, будут, находясь здесь, в Германии, в лагере для беженцев, то есть человек, соискатель убежища, он попросил в Германии убежище от России, сбежав из России, и находясь в этом лагере, он делает вот такие заявления. Конечно, такая тема мне очень интересна. Как может человек убежать от России, заявить здесь, что я сбежал, если вы меня вернете обратно в Россию, там меня убьют, там индивидуальное преследование в отношении меня, только индивидуальное преследование является основанием для запроса убежища. Вы представляете, какие сказки он рассказал на интервью, когда объяснял, почему ему должно быть предоставлено убежище, почему ему нельзя выдавать в Россию, он объяснял это как-то, какое-то вранье он, в любом случае, вылил. И после этого, когда его дело находится на рассмотрении, он сам в лагере, получает социальное обеспечение, ему там еженедельно, ежемесячно даются какие-то деньги, он находится на иждивении у немецких налогоплательщиков, в это самое время он звонит Хасану, угрожает ему убийством, и ему, и детям, и куда-то какую-то группу закидывает сообщение, в котором угрожает своим оппонентам похищением их родственников, проживающих в республике. Эта тема очень сильно меня заинтересовала, и я сделаю все необходимое для того, чтобы этот чувак, во-первых, он продолжать здесь подобные угрозы, то есть продолжать совершать преступления здесь он не будет, это точно. Мы также приложим все необходимые усилия, чтобы его дело было рассмотрено немецкой миграционной службой должным образом, чтобы вся его ложь была выявлена. Я думаю, послание он получил, ну и дальше развитие этой истории будем держать вас в курсе, иншаллах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...